Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ее годовалая дочь сидела без еды и воды В холодном неотопленном доме Разбросанные вещи Мусор по всему дому Грязь Трудно поверить, что всего пару месяцев назад Здесь жил годовалый ребенок Малышка росла, что называется, в спартанских условиях Наталья Викторовна Ответь, как в таких условиях может проживать ребенок? Это только не убиралось, когда забухала Всего у Натальи Насуровой 14 детей В отношении старших 13 37-летнюю женщину уже лишили родительских прав С ней жила только младшая Годовалая дочка Мать частенько оставляла ее одну Услышав однажды детский плач Соседи вызвали полицию Наталью тогда нашли ближе к вечеру На другом конце села Сильно пьяная женщина отдавать ребенка не собиралась Кинула в полицейского камень Попыталась его укусить Малышку, конечно же, забрали Ребенок до сих пор в больнице Девочке необходимо быть под присмотром врачей А горе мамашу в 14-й раз лишили родительских прав Кроме того, против нее возбуждено уголовное дело по трем статьям Применение насилия в отношении представителя власти Неисполнение родительских обязанностей И оставление в опасности Ольга Зобова, РЕН-ТВ, Воронеж На воронежского экс-чиновника завели уголовное дело За незаконную предпринимательскую деятельность Имя подозреваемого следственный комитет пока не разглашает Но региональные СМИ с уверенностью называют Сергея Бобровникова Который до 2011 года работал в мэрии И занимал пост начальника отдела рекламы Департамента муниципальной собственности А позже поднялся выше Стал заместителем руководителя областного департамента Имущественных и земельных отношений По делу экс-чиновника, которого подозревают в должностном преступлении Сейчас расследуются события 2009 года В то время Сергей Бобровников возглавлял отдел рекламы Департамента муниципальной собственности в городской администрации В частности контролировал так называемую «нарушку» Он лично и через доверенных лиц Инициировал создание коммерческой организации Учитель, на которой влиялись его близкие родственники Кроме этого, непосредственно принимал активное участие Управление данной организации, а также непосредственно через доверенных лиц По данным следствия, организовав компанию по наружной рекламе Чиновник предоставлял ей всяческие льготы и преимущества А также обеспечивал выгодными контрактами без проведения торгов Кроме того, помогал избегать ответственности за нарушения В том числе и самые грубые Достоверно знаю, что указанная коммерческая организация Самовольно размещает рекламные конструкции На объектах муниципальной собственности Не предпринял каких-либо мер по выдаче предписаний Основные указанные конструкции Тем самым способствовал извлечению указанной коммерческой организации прибыли По неофициальной информации, коммерческую организацию Которой идет речь возглавляет невестка Бобровникова Сам он в 2011 году ушел из мэрии А через год появился в такой же структуре уже областного уровня Стал заместителем руководителя департамента имущественных и земельных отношений Из обл правительства чиновник уволился этим летом И тоже с формулировкой по собственному желанию Владимир Смехнов, Алисей Савинков, РЕН-ТВ, Воронеж День больного с сахарным диабетом в Воронеже провели с пользой В Доме актера для всех желающих организовали экспресс-диагностику Для выявления признаков этого заболевания Эндокринологи и кардиологи провели массовый прием На котором любой мог бесплатно проверить уровень сахара в крови Накануне дня рождения Фредерика Бантинга, одного из открывателей инсулина Который используется при лечении сахарного диабета В Воронеже прошла профилактическая акция Любой желающий мог бесплатно измерить уровень глюкозы крови и артериальное давление А также получить консультации врачей Лидия Григорьевна, диабетик со стажем Знает по своему опыту Надо использовать любую возможность проверить свое здоровье Не все знают, что у них диабет Люди пришли, обнаружили сахарный диабет Здесь нам читают лекции очень хорошие про наше заболевание Учат нас, как правильно питаться Врачи не устают повторять Профилактика очень важна Чем раньше будет выявлен сахарный диабет Тем больше шансов предотвратить развитие болезни Вообще диабет – это болезнь пожилых людей Хотя в последнее время все у большего количества молодых людей Выявляют начальные формы сахарного диабета Употребление слишком жирной пищи Перекусы на бегу Малоподвижный образ жизни Именно поэтому молодые любители фастфуда попадают в группу риска Мои показатели в норме Хотя врачи советуют хотя бы раз в три месяца Даже здоровым людям проверять свои показатели глюкозы Кровь на сахар напоминают медики Надо сдавать натощак А нормальным считаются показатели От 3,9 до 5,5 единиц Если цифра значительно больше Нужно немедленно обратиться к врачу К сожалению, на одного диагностируемого пациента Где-то живет, работает один недиагностируемый Вот такие акции, они и существуют для того Чтобы выявить недиагностируемый на сегодняшний день Сахарный диабет у наших пациентов Несмотря на все старания врачей Число больных с сахарным диабетом И в целом по стране, и в нашей области Растет с каждым годом На 1 июля 2015 года в регионе Зарегистрировано уже более 70 тысяч больных Александр Хожайнов, Андрей Куцев, РНТВ, Воронеж Воронежский губернатор принял участие в форуме атомщиков Который состоялся в Москве В честь 70-летия российской атомной отрасли На площадке, где собрались в том числе и зарубежные специалисты Алексей Гордеев Встретился с венгерскими партнерами Развитие мировых ядерных технологий Новые системы безопасности в атомной отрасли Экологическая ситуация Круг вопросов, обсуждаемых на форуме атомщиков Был очень широк Для нашего региона одним из самых значимых событий Стало подписание меморандума между правительством Воронежской области И администрацией Венгерской области Тольно Представители бизнеса очень заинтересованы Не только торговать, но и интегрировать экономику Делать взаимные инвестиции Поэтому вот это рамочное соглашение На мой взгляд существенно продвинет В те или иные сферы нашего общения И принесет взаимную выгоду Как Воронежской области, так и Венгерской республике Сотрудничать планируют, конечно же, и в атом В данной отрасли не даром, как подчеркнул Алексей Гордеев Нововоронежская АЭС Это в каком-то смысле колыбель энергетики Владимир Смехнов, РЕН-ТВ, Воронеж С посещения музея советуют теперь начинать учебу В Воронежском медицинском университете Там открыли уникальный в своем роде музей Истории кафедры нормальной анатомии человека Материал для него сотрудники вуза По крупицам собирали в течение года Скрупулезно систематизировали то, что уже было когда-то обретено В результате открытая экспозиция Пользу от которой медики называют неоспоримой Под начищенным стеклом в этой небольшой комнате Хранятся фрагменты более чем 200-летней истории Истории кафедры нормальной анатомии человека Здесь собраны уникальные фотографии Научных исследований Образцов анатомических препаратов И книги по анатомии 19 века Сегодня таким медуниверситет не помнит никто Однако на черно-белых снимках Время остановилось Препараты, хранившиеся в этом музее Были изготовлены по оригинальной методике Которая позволяла сохранять Прижизненную окраску тканей и органов Но, увы, во время войны Все было разрушено В то время над созданием музея Трудился основатель Воронежской школы лимфологов Гордей Иосифов И он и его знаменитые коллеги Теперь и сами прочно вошли в историю А за этим столом почти полвека назад Работал советующий кафедры анатомии человека Николай Иванович Аднаралов Эту коллекцию помогла собрать дочь профессора Так что сегодня студенты могут ознакомиться И с записями ученого Работу воронежских коллег Оценили специалисты из разных городов Они собрались в Воронеже Для участия во Всероссийской научной конференции Во всех кафтрах имеется Марфологических кафтрах Имеются анатомические музеи А музеи по истории анатомии человека Это мы впервые видим То есть в России Именно в Воронежском университете У нас тоже имеется анатомический музей Называется Человековедение Представлено в малом количестве Поэтому пришли, чтобы учиться Учиться Еще раз учиться Музей истории кафедры нормальной анатомии Теперь стал частью Одного из самых крупных в России Музея анатомии человека Его коллекция настолько велика Что сосчитать экспонаты непросто Известно, что в этом зале Их больше 600 В свое время профессор Мухин сказал Что врач не анатом Он не только вреден Не только бесполезен Но и вреден Поэтому это все показательно Это все для студентов Вот мы трудимся для студентов Сокровищница знаний Так называют музей студенты Здесь они, что называется, вживую Изучают анатомию человека А теперь с медицинской точностью И историю кафедры Я всю жизнь хотел на самом деле стать врачом И, конечно, для меня это очень приятно Естественно, потому что любой может прийти Любой студент От первого до шестого курса Прийти посмотреть на все эти препараты Этот музей, который теперь Вместе с музеем анатомическим Вот в котором мы сейчас находимся Будет составлять действительно комплекс Тех педагогических инноваций Которые позволят молодому человеку Более правильно воспринять Те знания анатомической науки Правильно воспринять ее В системе медицинских знаний Первокурсники в следующем году Именно отсюда начнут свое познание человека Да и студентов других воронежских вузов Как говорят в музее, здесь тоже ждут Юлия Ливачева, Алексей Савенков РЕН-ТВ, Воронеж А мы продолжаем выпуск И вот что вы увидите далее 170 килограммов марихуаны 33 героина Более 52 килограммов маковой соломы Изъяли воронежские наркополицейские Куда податься бедному туристу? Турагентство терпят убытки А будущие отпускники думают Чем заменить Египет? Сдай кровь, спаси жизнь Неравнодушные воронежцы И жители области Стали донорами для пострадавших с ДТП 170 килограммов марихуаны 33 герои Наиболее 52 килограммов маковой соломы Воронежские наркополицейские Оценивают масштаб проделанной ими работы В ходе операции МАК-2015 Она проводилась с мая по октябрь В результате десятки килограммов Изъятых наркотиков И целые поля Истребленного мака и конопли Что это? Наркотики Какие? Героин Героин Все? Больше ничего нет? Там еще Где там? На кухню Где только сейчас не прячут наркотики Вот, к примеру, сотрудники ФСКН Проверяют патроны в люстрах И не зря Именно там обитатель этой квартиры Прятал героин А теперь сам рассказывает Обо всех своих тайниках Тут что? То же самое То же самое, да? А вот другой случай Здесь тоже фигурирует героин Но его распространители Не стали подбирать потаенные места Хранили наркотик просто в обувной коробке Правда, не без конспирации Своих возможных преследователей Постарались бить с толку Положив в коробку сильно пахнущее вещество Вот, все То есть спиральный брошет? Да А зачем он там? Чтобы запаха не было Изобретательность злоумышленники Проявляют не только в хранении Но и в контрабанде наркотических средств Перевозят их под видом сока Или детского питания И используя непродовольственные товары В этом муляже камеры видеонаблюдения Которые можно купить практически на любом сайте Китайских товаров Тоже кроется сюрприз В объективе оказался спрятан пакетик С запрещенным веществом И подобных случаев за полгода зафиксировано немало С мая по октябрь наркополицейские вывели полторы тысячи преступлений Изъяли в общей сложности 286 килограммов наркотиков А кроме этого были еще целые поля мака и конопли В результате оперативно-профилактической операции Мак нами выявлено 99 очагов стихийного произрастания коноплей мака На общей площади свыше 90 тысяч квадратных метров Все наркосодержащие растения были уничтожены Вес изъятого превысил 41 тонну Под нож пускают всю дикорастущую коноплю Больше всего ее обнаружено в Ольховатском, Новохоперском и Рассошанском районах Последним абсолютным рекордсменом стало село Лизиновка Общая площадь наркосодержащей конопли там составила более 24 тысяч квадратных метров С начала этого года в Воронежской области неизвестными грибами отравились 24 человека Причем осенью отравился только один грибник Все остальные летом Как считают специалисты, именно благодаря плохой погоде, а следовательно малому количеству грибов Несчастных случаев осенью удалось избежать, чего не скажешь о летнем периоде Трое из отравившихся летом – дети К счастью, 20 любителей грибной охоты врачам удалось спасти А вот для двоих поход в лес за грибами закончился летальным исходом Сухая осень позволила в этом году избежать повального отравления воронежцев грибами И сейчас, когда сезон уже явно завершен, медики могут подвести итоги А он таков – двое умерших 67-летний мужчина и 53-летняя женщина Оба они приняли несъедобные грибы за съедобные Мужчина собрал грибы, похожие на так называемые попы И хотя отваривал их с двукратной заменой воды, а потом прожарил, последствия оказались необратимыми Тошнота, рвота, боли в желудке Через две недели он скончался в больнице Жительница Новохоперска набрала в лесу якобы свинушек Через 10 часов ее затошнило и закружилась голова Женщина умерла через 6 дней Еще 22 человека отделались отравлением Сейчас собирать в лесу, собственно, уже и нечего Но на всякий случай особо рьяным грибникам специалисты дают советы Не рекомендуется собирать грибы вдоль автодорог, около промышленных предприятий, около кладбищ и свалок Так как грибы способны впитывать и накапливать токсичные вещества из атмосферного воздуха и почвы Не рекомендуется употреблять грибы детям в возрасте до 8 лет, беременным, кормящим, людям пожилого возраста Кстати, нельзя употреблять грибы в пищу вместе с алкоголем Это приводит к возникновению отсроченного токсического синдрома Покупать на рынках и вдоль дорог тоже не рекомендуется Ну а если отравление все же случилось, играет роль каждая минута Отравление ядовитыми грибами очень сильно поражает печень и почки И может нанести непоправимый вред организму Так что срочно промывание желудка и к врачу Не собираю и не ем никогда Другие прям жаждуют вещь Я никогда не ем и не собираю Я собираю грибы 20 лет И знаю какие, а куда, зачем и почему Я не собираю их, не знаю Если мне надо, я покупаю в магазине Смотрим, какие сорта можно Бледную поганку, мухомор нельзя Червивые грибы нельзя Потом прежде чем использовать Бросаем туда луковицу в кипящую воду Если луковица чернеет, значит гриб там направлен Тем не менее, как уверяют специалисты Никаких точных методов проверки грибов на ядовитость не существует Ни с помощью лука, ни с помощью серебряной ложки Юлия Родионова, Вадим Кузин, РНТВ, Воронеж Воронежским туристам начали возвращать багаж из Египта Чемоданы доставляют каждый день регулярными рейсами из Москвы А в турагентствах тем временем стараются найти достойную замену популярным египетским курортам Ну смотрите, на ближайшие, если будем смотреть, вылеты Ну на начало декабря, конечно Это в районе 100 тысяч на завтраках, на двоих 100 тысяч за 11 ночей на двоих Это Вьетнам, сейчас самый доступный тур из Воронежа Чуть дороже Арабский Эмират и Ягуа И это все, что могут предложить турагенты взамен Египта Не лучшая альтернатива, вздыхает Марина All-inclusive с коротким четырехчасовым перелетом стоил в два раза дешевле Девушка, как и многие туристы, собиралась в Египет По кошельку бьет уже, да Уже как бы откладывали деньги, планировали, что будет Египет и будет определенная сумма Это уже гораздо дороже У тех, кто ранее уже купил путевки в Египет, выбор тоже невелик Деньги в большинстве случаев им не вернули Пришлось срочно менять туры Первые туристы улетели прохлаждаться в Турцию Сегодня тепло, видите, на пляже много людей Но купаться решается мало кто Днем плюс 26, ночью плюс 16 градусов В Анталии, куда попали супруги Дубановы, сезон уже закрыли Ни анимации, ни бассейна с подогревом Говорят, отель не был готов к такому наплыву туристов Буквально за пару дней россияне заполнили все номера Поначалу даже с едой были проблемы И, похоже, настроиться на отдых туристам нелегко Понимаете, тут все объезжают Кто-то платил за такие шикарные отели в Египте Кто-то заплатил 56 тысяч рублей и попал сюда Кто-то заплатил 120 тысяч и попал сюда Одна женщина пожилая из Мурманска заплатила 80 тысяч за одну себя И попала сюда же, понимаете Ее поселили еще с видом на какую-то стену На стройку В турагентствах на все это лишь разводят руками Форс-мажор Цены растут, клиентов все меньше 70% туристов в это время обычно летало в Египет На данный момент мы чувствуем спад туристического потока Потому что люди обычно среднего ценового и более низкого ценового сегмента Они обычно в это время и отпуска планировали, и ездили И как-то было достаточно более живо в данный момент А сейчас наблюдается затишье даже среди тех туристов, которые бронируют Новый год И пока одни мечутся и решают, где бы отдохнуть, десятки воронежцев остаются в Египте Срок путевых закончился еще не у всех Больше 400 отдыхавших уже доставили спецрейсами из Хургады и Шарм-эль-Шейха Они прилетели в Воронеж без багажа И вот спустя несколько дней чемоданы начинают доставлять их владельцам Из Египта сначала в аэропорты Москвы, а потом регулярными рейсами в Воронеж по несколько штук Как только чемодан прибывает сюда, сообщают его владельцу, и уже он сам его отсюда забирает Обещают, что в течение двух недель все туристы получат свои вещи обратно Капля крови, море спасенных жизней Госавтоинспекторы Воронежа провели акцию «От сердца к сердцу» В рамках которой всеживающие могли сдать кровь и стать донорами для людей, которые пострадали в автомобильных авариях Посвящена акция Всемирному дню памяти жертв ДТП 436 человек погибли в этом году на дорогах Воронежа и области Телесные повреждения получили 3385 пострадавших Ежедневно здесь, на областной станции переливания крови, донорами становятся десятки воронежцев Сегодня число желающих еще больше Студенты, рабочие, пожилые люди Вот уже шестой год подряд, в середине ноября, люди откликаются на призыв госавтоинспекции Сдать кровь для пострадавших в автомобильных авариях Наша задача привлечь как можно больше людей к этому благому делу Чтобы люди оценили свою значимость и унесли по всеми вкладами спасения и сохранения чужих людей Именно сдачей своей крови Донорство это скорее единственный, наверное, для некоторых пострадавших шанс остаться в живых Судьба людей как бы нам не безразлична И поэтому пришли на станцию переливания Мобильный отряд сотрудников ГИБДД на станции бывает не только по случаю акции В донорской базе данных уже давно есть их группы крови Анализы и все, что нужно, чтобы позвать их на помощь Когда возникает необходимость жизненной, в экстренной, в повышенной потребности крови Вот достаточно по отработанной схеме сделать звонок именно организаторам донорского движения И, как правило, можно засекать хоть секундомером Буквально 10-15 минут около станции уже находится несколько экипажей Журналисты тоже не остаются в стороне Шеф-редактор нашего телеканала Валерий Бобкин вообще уже без 5 минут почетный донор Сегодня у него уже 39-я сдача крови Поход на станцию переливания взял уже за правило Первый раз я сдавал кровь в 2005 году Я работал оператором тогда и попал на точно такую же акцию Все желающие воронежцы, которые хотели помочь жертвам ТТП Пострадавшим от ТТП, приезжали на станцию крови и сдавали кровь Поснимал и в тот же день решил, почему бы и мне не сдать Сдал кровь и с тех пор так и потянулось В следующий раз Валерию уже вручат нагрудный знак почетного донора России Он выдается тем, кто безвозмездно сдал кровь 40 и более раз или 60 раз плазму крови Кстати, на сегодняшний день постоянных доноров в Воронежской области 6,5 тысяч человек Первокурсницы Лена и Настя в этом деле пока новички Но студентки медуниверситета, они еще непременно сюда вернутся Хочу кому-нибудь помочь Моя группа крови, она самая нужная, считается Ну, просто захотелось помогать Такая помощь здесь не бывает лишней Только за год лечебные учреждения нашей области потребляют порядка 30 тонн крови Очень много больных, которым ежедневно требуется кровь донорская Правда, одного только желания спасти чью-то жизнь, говорят медики, недостаточно Донором может стать только здоровый человек, достигший 18 лет, весом более 40 килограммов И надо помнить, что за день до сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную пищу и спиртное Утром надо не забыть легко позавтракать, выпить чаю и взять с собой паспорт Юлия Родионова, Алексей Савинков, РЕН-ТВ, Воронеж На этом у меня все Далее смотрите прогноз погоды Всего вам доброго и до встречи Субтитры создавал DimaTorzok